Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Истец требует взыскать с дочери алименты на свое содержание Ответчик с иском не согласна Утверждает, что не имеет возможности помогать матери Прошу всех встать Прошу садиться Слушается дело по иску о взыскании алиментов на содержание родителей В твердой денежной сумме 10 тысяч рублей ежемесячно Истец Леонова Ирина Степановна Ответчик Красина Мария Ивановна Так, истец, слушаю вас Что это у вас за продовольственная корзинка тут стоит? Я сейчас все расскажу, ваша честь Я прошу, чтобы суд Заставил мою дочь Помогать мне материально Я бы хотела, чтобы она мне платила 10 тысяч ежемесячно Понимаете? Ответчица является вашей дочерью Да Я воспитывала дочь одна Мужа у меня не было Было очень тяжело Пять лет назад я отписала своей дочери По наследству квартиру Завещание составили? Я отказалась от наследства В ее пользу Отказались от наследства в ее пользу После смерти мужа? После матери После матери? Да У меня одна комнатная квартира Мама, мамы мои И она жила в этой квартире Очень даже хорошо И замуж удачно вышла Жила в этой квартире И сейчас живет и радуется А матери забыла Совсем перестала мне помогать А все, что до этого было Зависит, вы не считаете, да? Ой, я бы к вам не обращалась Но у меня нужда заставила Вы понимаете? У меня ноги больные У меня тромбов, лебит Мне на лечение надо Вот у меня справочка Я получаю Вы на пенсии сейчас? Пенсию получаете? Какая пенсия? 12 тысяч 450 рублей 12 тысяч 450 рублей Вот справочка Вот, пожалуйста Вот И у меня еще долгов Накопилось А почему у вас долги накопились? Ну, маленькая пенсия Да потому что сын у нее пьет А она распансирует Это у меня больной У меня каждые полгода Нужно делать Проходить курс лечения Капельницы делаю И все это платно 30 тысяч только Каждые полгода я плачу Так Вот И я прошу свою дочь Пожалуйста, помоги мне Помоги А живете вы где? Кто не помогал? Ну, я живу с сыном Она мне и говорит Что я должен сына Мне оплачивать А сын вам помогает? Ну, как он может помогать? У него ноги нету Он инвалид? Инвалид Вот справочка С такими больными ногами Вынуждена работать Мыть полы Подменять одну уборщицу И вот мне в этот месяц Вот за месяц Получается где-то вот 6-8 тысяч Больше не получается Это все деньги Которые у меня есть Того доход ваш В месяц составляет Около 20 тысяч Правильно я вас поняла? Мой сын Он больной человек На инвалидной коляске Он никак не может мне помогать Пожалуйста, передайте документы Про корзину обещали мне рассказать Что вы мне здесь вот продукты Принесли Она вот говорит Я ее прошу помогать Она отказывается Вот приехала на Канин Ну не сюда Просить, чтобы иск я забрала На новой машине Только что купила Мне муж подарил И корзину продуктов привезла Эти продукты, посмотрите Их же есть невозможно Тут только красота одна Мам, да там афикция Все виспоимеет Все острая В смысле есть невозможно Сколько можно-то? Не, я не знаю Это есть не можем Пусть она забирает Все это Конечно, а что Если бы я сейчас привезла Корзину водки для Димочки Было бы замечательно Все были бы довольно счастливы Так, отвечи Конечно А мне деньги, понимаете Мне деньги нужны Действительно вы корзину Кто привезли? Мне деньги на лечение нужны Как? Я без денег могу Вот сколько вы потратили денег На эту корзину? Около трех с половиной Четырех тысяч Да мне деньги нужны Я хотела маму порадовать Я хотела Я хотела Добавить вкусного Ваша честь Отвечите, пожалуйста Ваше отношение к иску Я с иском не согласна Деньги Почему не готова я платить? По одной простой причине Инициатором иска является не мама Инициатором иска является ее младший сын Мой сводный брат Который является конченым наркоманом и алкоголиком Что значит сводный брат? Это значит, что у нее Мама общая? Мама общая Ваша честь По поводу того, что она сказала Что она в мою сторону отказалась от наследства Ну это действительно так было? Да, это было так Но она отказалась от убитой, полуразрушенной У Димы Ему отец оставил хорошую Дима это кто? Это сын мой С вашего позволения Диме отец оставил хорошую, отличную квартиру в прекрасном районе У мамы была двухкомнатная квартира Меня выписать вот эту однушку И забыть обо мне Из глаз, из долой, из сердца Как это было всегда Как это было Мама все детство Все отдавалось Димочке А я была побоку Димочке надо на секцию А мне на колготки денег не давалось Ну что ты договариваешь? Это все детство так было Выписать меня туда, избавиться Да, прекрасно При этом при всем Ваша честь Квартиру он пропил Он докололся до того Что он отморозил ногу Ему ампутировали Поэтому мне его ни капельки не жалко Потому что инвалидом он стал По собственной глупости Он за ваш брат И что дальше? Я должна его тянуть? Я готова Никто никому ничего не должен Ваша честь Она мне звонит Он пропил квартиру Она купила Разменяла свою двухкомнатную Купила ему отдельно комнату Она доплачивала соседке Которая жила с ним Получается в этой коммунальной квартире Чтобы он за ним присматривала Мам, можно я теперь скажу? Спасибо большое Он и эту комнату пропил Он пропил и эту комнату Переехал сейчас к ней в однокомнатную Вы должны понимать прекрасно Что совершеннолетние дети Трудоспособные Обязаны помогать своим нуждающимся родителям Это закон Это закон И по совести Тоже так надо поступать По совести я готова ей помогать Ваша честь По совести я готова это делать Каким образом? Я готова, чтобы она приходила ко мне Кушала у меня, пожалуйста Продукты я больше в руки ей не дам Потому что это все потом меняется Абсолютно спокойно Точно так же Диме на водку Я готова помогать покупать ей лекарства Каким образом Дима меняет продукты на водку? У нас палатки ночные У нас палатки ночные Вы же говорите, что он в инвалидной коляске Это она говорит, что он в инвалидной коляске А как он в инвалидной коляске? А как он в инвалидной коляске? Слушай, когда ему надо Он на костылях доходит до этого До магазина И покупает, когда ему похмелиться надо Это неправда Ваша честь Я не буду давать деньги в руки Хорошо, вы можете покупать лекарства У нее исковое требование Она просит с меня конкретно денег Я готова ей помогать Я поняла вас Вы готовы помогать При этом при всем Я сейчас осталась без работы из-за нее Потому что со всей этой нервотрепкой Потому что она мне звонит В три часа ночи Я приезжаю Я вызываю полицию Потому что он ее бьет У нее лицо разбитое Приезжают сотрудники полиции Она падает им в ноги Ну куда вы бедного без ногого в камеру? Они составляют протокол У меня все протоколы Вот они И уезжают В ее квартире В которой она сейчас живет А почему здесь ваша работа? При том, что я вот со всеми этими выездами В три часа ночи Совсем Я стала рассеянная Меня уволили При этом при всем Если она говорит Что о ней не заботилась Интересно Кто тебе сделал Кто тебе сделал В твоей квартире ремонт? Потому что у него нога болит Истец Ну при чем здесь тоже ваш сын? У него нога болит У него нет ноги Передайте, пожалуйста, документы Ваша честь Ваш сын действительно выпивает? Ну когда нога у него болит Он иногда выпивает Но он потом, знаете, как страдает от этого Так страдает, что бьет вас И потом полицию вызывают И протоколы составляют Нет, он меня не бьет Сколько раз они воровали с пацанами? Сколько раз это все было? Сколько ты его забирала из комнаты милиции? Сколько раз? Да не придумывай Ты все придумываешь Да что я не придумываю? У тебя соседи все Могут подтвердить Весь двор будил Я не ударил Он неправда У него доброе сердце Он хороший Я поняла вас Ваша честь И я прошу прощения Вот то, что она говорит Что я не забочусь Я ей сделала ремонт В ее квартире В которой она сейчас живет Все чеки приложили Да, я вижу Да какой ремонт? А мы сами что ли не делали? И я тоже туда вкладывала Что ты купила? Вазочку? Суд удаляется Для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе На что вы деньги-то брали? На похороны 200 тысяч рублей На похороны? Да хватит Не, ну что, вы подлец Может ли квартирент Требовать половину дома Умершей хозяйки? Может, считает жилец Нет, категорически отвечает наследница Кто прав в этом споре Решит суд Пожалуйста, я тебя проживаю На, держи Давай Пожалуйста, тебе бать Тебе правды дать Тебе как их дать? Пожалуйста Пошли мне как тебе дать У соседок в дачном поселке Все началось с дружбы С чайными посиделками А закончилось разборками Из-за общего мужа И дележом граблей Насосов, лопат И старых кирзовых сапог С носками Оглашается решение суда Суд принял решение Иск удовлетворить частично Взыскать с совершеннолетней дочери Алименты на содержание матери В твердой денежной сумме Установив их в размере 5000 рублей Ежемесячно Суд взыскивает с дочери Алименты на содержание матери Так как в соответствии со статьей 87 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации Трудоспособные Совершеннолетние дети Обязаны содержать Своих нетрудоспособных Нуждающихся в помощи родителей В судебном заседании Установлено, что Что истец Достигла пенсионного возраста Является нетрудоспособной Имеет группу инвалидности Таким образом Мать является нуждающейся Так как низкий размер Получаемой пенсии Не обеспечивает Необходимые Жизненные потребности В судебном заседании Установлено, что Дочь трудоспособна Соответственно Она обязана Содержать нуждающуюся мать При этом Суд учитывает обстоятельства О которых было сказано В судебном заседании И опасение дочери о том Что денежные средства Которые истец пытается Взыскать В большей степени Пойдут на Брата Ответчика Который Ведет Образ жизни Аморальный образ жизни Злоупотребляет Спиртными напитками И так далее Поэтому Суд учитывает Эти обстоятельства Также учитывает То, что На иждивении У ответчика Имеется Несовершеннолетний Ребенок И взыскивает Денежную сумму Алименты В минимальном Размере 5 тысяч рублей Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Частично Растишь, растишь Детей А в итоге Через суд Добиваешься Какие-то несчастные Намечения 5 тысяч Ну что ж И это деньги Как я уже сказала 5 тысяч Суд назначил Эти деньги Она и будет Получать Если до этого Я старалась И что-то делала На этом Все закончилось Истец Требует признать Право собственности На половину дома Ответчик Против иска Возражает Считает Что истец Не имеет Права на дом Так, пожалуйста Истец Я вас слушаю Ваша честь Я подаю иск О признании В собственности Одной второй доли Дома В котором я Зарегистрирован И проживаю Основание Это введение Общего хозяйства С хозяйкой дома И Сожительство С ней Кто является Хозяйкой дома Как вы выражаете Собственник дома Она умерла Умерла В общем Десять лет назад Я Снял комнату В доме У Егоровой Валентины Николаевны Вот Ну Все время Помогал ей А потом Даже Все Заботу о доме На себя взвалила На свои плечи Что вы вриоте Что вы Подразумеваете Под заботой о доме Хозяйство Очень большое было Я и кроликов Там выращивал Корове Там заготавливал Там траву Все Ремонтировал дом Он крышу переложил Когда В каком году Пять лет назад Так О Террасу Новую построили Ну то есть вы сказали Что вы сначала снимали комнату Я снимал комнату Как долго вы снимали комнату Десять лет Ну это не дает И вы Десять лет Платили арендную плату За эту комнату Да Конечно Не Ну последние Там Три года Мы Жили уже Как муж с женой Вели общее хозяйство Вели общее хозяйство Видимо Вы вкладывали денежные средства В строительство дома Либо в ремонт дома Конечно И денежные средства Вкладывали И свой Труд свой Видя такое старание Шесть лет назад Хозяйка даже меня Зарегистрировала Какие строительные работы В доме Были произведены За вас счет Да крышу Одну только Покрыть И то сколько стоит Сто тысяч Только вот За материалы Имеются ли у вас Письменные доказательства Того что вы Перекрывали крышу В доме Вот нету Вот нет Выбросили Квитанции Чеки На приобретение Материала Нет Кровельного Нет Нету Какие еще Строительные работы Вы проводили в доме Террасу Новую построил Построили новую террасу Террасу Да Какие у вас имеются Письменные доказательства Ну тоже Если только вот Соседи спросить Так Мы готовы спросить соседей Если соседи пришли Давать показания в суд Соседи пришли И они скажут Настоящую правду Сколько денег потратили На строительство террасы Семьдесят тысяч Семьдесят тысяч Какой у вас доход За последние Три года За последние Три года У меня Ну где-то Тридцать тысяч В месяц Да в месяц А до этого Для села Где я живу Это очень много А до этого Это вот за последние Три года А на протяжении Вы сказали Что крышу Вы перекрывали Пять лет назад Да Какой у вас был доход Тысяч сорок Почему вы считаете Что вы имеете право На одну вторую долю В доме Ну мы как Сожительствовали Мы ввели Общее хозяйство Жили вообще Одной семьей Вы полагаете Что вы имеете право На одну вторую Долю в доме Как супруг Как супруг И как Я зарегистрирован там И потому что Вы там зарегистрировали Да Какие у вас имеются документы Для предоставления суду Зарегистрировали Вот пожалуйста Отметка в паспорте Расписки Расписки о чем Расписки Когда Ну тут Дело в том Что вот мы жили Это хорошо Но Два года назад Заболела хозяйка У нее онкологию нашли Вот Пришлось лечиться Лечились Вот Денег не хватало Костатографически Мы Что можно Все продали Машину Там Корову Все В долги залезли Вот Ну все это Не помогло Ну протянули Вот полтора года И Валентина Умерла Расписки Ты о чем Расписки Тут еще Несчастье У меня не на что Было хоронить даже Я пошел По соседям По односельчанам И взял в долг Вот Ну я Они даже так давали Но я Настоял Чтобы Расписки Он стоит Врет Можно пожалуйста Мне сказать Нет ответчик Нельзя вам сказать Вам будет предоставлено Слово И все скажете Вот Расписки Конечно все это я отдам Это дело чести То есть вы занимали Денежные средства У соседей Для организации похорон Да Потому что все деньги А чем приходится Отвечиться Умершей Ну это Дочь Ее Которую я за 10 лет Ни разу не видел Представляете Вот дочь какая Это я вас не видела Знала о болезни матери Такой серьезной И даже не помогла Там Ни одного рубля Не прислала Ничего Ни лекарства Ничего И вот крутись Как хочешь Стоять Хорошо Передайте пожалуйста Документы Паспорт Что это вы мне даете Паспорт Не нужно Ваша личность Установлена Так пожалуйста Ответчик Вот теперь я Предоставляю вам Слово Ваше отношение К иску Я не признаю Я ничего Не подтверждаю Все что он говорит Это просто Он не снимал комнату В доме Принадлежащий Вашей маме Этот человек Был просто Квартиран там У нее в доме Он снимал комнату Платил за это деньги У меня есть договор Об аренде Вот у меня тоже Есть договор Об аренде Помимо того Я хоть Я да Я не жила Рядом с мамой Мы на большом расстоянии Находимся Мы периодически Всегда созванивались У меня очень хорошее Отношение с мамой Но так как К сожалению Я очень много работаю Мы не могли Каждый день созваниваться И она мне Постоянно рассказывала Как этот человек Ни черта Не помогал Ничего не делал И эти сказки Про какие-то отношения Он мало того Что не помогал Он еще и пил Буянил А сейчас Имеет наглость Претендовать на дом Вы понимаете Моя мама Была очень добрым человеком И когда этот человек Он доставал ее так Что Он говорил Он уже говорил Что я ходить не могу Она из жалости Его прописала Чтоб ему на дом Пенсию приносили И он мог лечиться В клинике ближайшей Лечиться От чего? От чего? Ноги у него больные Головка больная Что еще у вас больное? Мне мама Врать не будет Как часто вы Вашу маму навещали? Каждые полгода Но в последнее время Вы понимаете Я приезжала И вас там не видела Я приводила деньги Нет, подождите Ответчик Вы сами себе противоречите Вы говорите Что ваша мама Сдавала комнату ИСУ При этом вы говорите Что вы приезжали И ни разу его там не видели Так и было Именно в тот день Я ненадолго Понимаете Я очень сильно много работаю Моя мама об этом знала У меня большая семья И часто навещать У меня не получалось Но в те дни Когда я приезжала Я правда не видела Там этого человека А где же он был? Я не знаю Где он был Что вам известно По поводу Вложений в дом По поводу ремонта крыши И пристройки террасы Ничего мне мама Такого не говорила Она мне только рассказывала О том, как ей тяжело Но терраса новая? Пристроена к дому? Терраса новая, да Я давала ей деньги Что это скорее всего На мои деньги Она была построена Чем вы можете подтвердить Что вы и маме Оказывали материальную помощь? К сожалению Я передавала ей Только наличными Когда приезжала Ну хорошо Мама ваша получала От вас денежные средства Вы приехали в следующий раз Через полгода И мама говорит Дочка, какая ты молодец Вот ты мне денег оставила В прошлый раз Смотри, какую мне построили террасу Когда последний раз я приезжала У моей мамы уже поставили диагноз Поэтому было совершенно не до этого Мне и так было очень сложно Что я не могу посещать свою маму часто Потому что у меня по две работы У меня двое детей У нас нет средств Что ж ты врешь-то? Ты вообще ни разу не была за 10 лет Вы наглый А, мало того Ни разу Мало того, что Вы это все врете Когда моя мама умерла В это время я уехала в командировку Так мне никто не позвонил А если вы сожительствовали с моей матерью Вы должны были знать Вы знали о том, что у вашей мамы заболевание? Да, я знала И очень сильно переживала По возможности Я наоборот устроилась еще на две работы И поэтому уехала на заработки И мне не сообщили И мою маму похоронили односельчане И мало того, что он не сообщил Все бытовые средства Все ценные вещи Он собрал с собой И уехал на маминой машине И исчез А тут просто заявляется И претендует на половину дома А что за расписки? Вам известно о происхождении расписок? Я не знаю ни про какие расписки Это все расписать можно за 5 минут Ну вы знаете таких людей Как вот Бурмистров Олег Николаевич Маргунов Евгений Павлович Я никого их не знаю Прошьтесь, она никого не знает Я тоже, представьте себе Из этих людей никого не знаю Катаев Илья Николаевич Я живу далеко Я созванивалась с соседками 100 тысяч рублей 10 тысяч рублей На что вы деньги-то брали? На похороны 200 тысяч рублей? На похороны? Да хватит! Не, ну что, вы подлец! Ну если я взял расписку Значит, я обязана 990 тысяч рублей Кто вам дал таких? Камышев? Игорь Петрович Хорошо, вы зачем мне эти расписки принесли? Вы что, эти деньги брали на строительство дома? Нет, вот именно на похороны Сколько? Больше миллиона рублей вы брали на похороны? Ну и похороны, и еще... Я брал еще до того, как были, как умерла хозяйка Ну вот вы брали, брали, пропивали, исчезли Вы забрали все И сейчас это не будет в какой-то браке Кто все эти добрые люди, которые давали вам деньги? Одно сельчане Одно сельчане Которые живут, которые знают, видели меня, знают меня Ответчик, документы передайте через судебного пристава Спасибо То есть вы утверждаете, что никаких ремонтных работ в доме за счет истца не проводили? Нет Вам об этом неизвестно Я уверена По делу заявлен свидетель со стороны ответчика Вы просите опросить его в судебном заседании Пожалуйста, пригласите свидетеля Свидетель ответчика, войдите Представьтесь, пожалуйста Ваша честь, я Варакина Галина Николаевна Кем вы приходитесь умершей? Я соседка Как давно вы были соседкой умершей? Ну, с самого детства Я живу в этом селе, с детства Мои родители Я здесь выросла, в этом селе Хорошо, истца знаете? Это квартирант Он все это время проживал с моей соседкой Валентиной Он где-то там скитался, в тюрьме сидел И он снял у нее комнату Когда? Как давно? Десять лет назад Десять лет назад Это случилось Десять лет назад? Да Вот И все время Вот он Сначала тихий был А потом начал дебоширить Пить Соседка, конечно Она жаловалась на него Но молчала А потом сказала Что у них В молодости Был роман Она ему отказала Из-за того, что он пел Из-за того, что он ветреный человек И вышла замуж за другого А он после этого спился Попал в тюрьму Она из-за этого как бы винила себя В его жизни То, что она как бы виновата Что с ним так случилось Ну хорошо, она пустила его квартирант Ну я вижу Да, она жалела его Буговор аренды Она получала Да, жалела Даже Денежные средства Прописала его Прописала, да Вам известно о том, что получала она денежные средства С ССА за сдачу Вы знаете, он просто Какое-то время Я же говорила Он был тихий Спокойный А потом начал пить То, что она не получала от него денежные средства Ей пришлось прописать его Потому что Хоть какие-то денежные средства Можно было получить Потому что он Уезжал за своей пенсией Да И возвращался без пенсии И не возвращался без пенсии Он ее пропивал Проводились ли какие-то строительные работы И сом в этом доме В период его проживания в доме? Валентина все время хотела Она просила Она просила односельчан Она нанимала людей Он в этом участвовал Просто она нанимала людей Он участвовал в этом ремонте Вот, скорее всего, это было на мои средства Потому что одному человеку Представьте, разве может один человек Крышу крыть? Или еще что-нибудь сделать? Но речь не идет о том Она нанимала людей Она нанимала А кто платил за ремонтные работы? Вам известно? Она платила за ремонтные работы Откуда вам это известно? Ну вот мы с ней беседовали об этом Я ей подсказала Кого из села у нас можно взять Кто занимается строительством А терраса? Пристроена новая терраса? И терраса пристроена То же самое она нанимала Это было до болезни Да все это вранье, Ваша честь Она вообще с ней в контрах будет Вы мне про расписки лучше расскажите А вот из-за вас и в контрах Потому что из-за вас я говорила ей Гоните его в шею, гоните Она мне все не слушала, жалела вас Узнал столько нового о себе И что про тюрьму, алкоголизм А вы что не были в местах лишения свободы? Да нет, конечно, вы что? Ваша честь, это обычный квартирант Наглый, который метит на половину дома Это нонсенс, чтобы квартирант метил на дом Я единственная законная наследница Он не имеет права... Все удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Пожалуйста, я тебя прошу... Стой, пожалуйста, на, держи Пожалуйста, тебе бать Дачница была уверена, что помогла соседке Садовым инструментом для переустройства участка А оказалось, что вместе с газонокосилкой, насосом и лопатой с секатором Она навсегда подарила ей и собственного мужа Оглашается решение суда Иск о признании права собственности на одну-вторую долю дома Оставит без удовлетворения Суд отказывает в иске Так как данный дом является личной собственностью Умершей еще до вселения в него истца В случае совместного проживания лиц без заключения брака Раздел имущества может быть произведен Только по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации Об общей долевой собственности С учетом конкретного вклада каждого лица в спорное имущество Такие иски разрешаются в порядке статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд разъясняет сторонам Что личное участие истца в ремонте Даже если он был, бы Должен быть доказан письменными доказательствами Которых не представлено в ходе разбирательства дела Поэтому в иске отказывает Суд также разъясняет Что совместное проживание и ведение общего хозяйства Без регистрации брака Является сожительством Которое не порождает никаких прав и обязанностей По отношению друг к другу Поэтому лицам, вступающим в такие отношения Надо осознавать правовые последствия этого Так как истцом не доказаны исковые требования А в соответствии со статьей 55-56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства На которые она ссылается в ходе рассмотрения дела В иске отказано Также суд разъясняет Что у истца нет и права наследования в этом доме Но я думаю, что истец и сам это понимает Понятное решение суда? Да Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать А видно, конечно, что проиграл суд Ведь столько было вложено и любви, и труда А в итоге остался и без жены, и без дома Ну ничего, будем доказывать Я не понимаю совершенно, на что рассчитывал чужой человек Претендуя на имущество моей матери А я по закону вступлю в наследство И распережусь им так же, как и планировала Истец требует возврата имущества из чужого незаконного владения Ответчик с иском не согласна Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь 20 лет, ой, 2 года пользовалась имуществом Кто пользовался 2 года? Вот моя соседка Людмила Я тут составила список Кто это все это? Вот смотрите Бензиновая газонокосилка 14,400 Садовая тачка 2,200 Циркулярный душ 27,200 Шланг поливочный 555 рублей Лопата штыковая 2,300 Грабли 240 И секатор Вот, между прочим, все чеки Все вот это у меня все сделано Скажите, а где это имущество сейчас находится? Это имущество 2 года безвозмездно пользуется соседка Людмила Вы сами его отдали? Ну, там такая история получилась, понимаете, она женщина бедная, одинокая, вот, мы дружили семьями, у нее мужа нет, я ей, как говорится, уважала ее, доверчивая была, приходит как-то вечером к нам, мы сидим с мужем к чайпью, она чуть ли не в ноги упала, помогите, Христа ради, дайте газонокосилку, дайте траву покосить Далее все, чтобы покосили Тем не менее, тем не менее, она его хоть увела, но он ко мне систематически домой походил Да врешь ты все! Понимаете? И развестись мы с ним не развелись Итак, вы сказали, что у вас заявлен иск, сумма иска 31 тысяча 750 рублей Но вы не просите сюда взыскать эту сумму, вы просите, чтобы вам ответчица вернула эти вещи Правильно я вас понимаю? Я ж не миллионерка Когда вы передали ей эти вещи? Передали я безвозмездно два года назад Так, отдали ей эти вещи, когда должна была вернуть? Ну как, думаю, вы знаете, полгода назад мой муж умер, мне не до этого было, я вот документы бегала, оформляла, вот, пожалуйста, свидетельство о смерти Ну, как говорится, в себя пришла, слава богу, слава богу Обратилась по-хорошему, Людмила, дорогая, верни, пожалуйста, все это Так она встала и говорит, это теперь все мое Да, это все мое Ну я просто, это наглость, но неописуемая У вас есть документы о том, что эти предметы вам принадлежат? Вот, пожалуйста, чеки, все совместно покупали Пожалуйста, передайте через судебный приступ Вот, это вот, и еще свидетельство о смерти Вот, пожалуйста, все Ну правильно, потому что она законная жена, ваша честь, и оформляла документы она Я не могла оформить Кто оплатил похороны? Я оплатила, ваша честь, я Ответчик, ваше отношение к иску? Я с иском совершенно не согласна Почему вы не согласны с иском? У меня ничего нету такого, что не должно мне принадлежать Например? Это все мое На моем огороде, газонокосилка моя, шланг, с автополива и бюджет Ее муж пришел ко мне с этим хозяйством и сказал Примешь меня с хозяйством? Я говорю, приму Вы знаете, она все врет Она все врет Так, Ангелина, ему подарили деньги на юбилей Два года, два года понял И он эти деньги Муж умер полгода назад Секира Все он на свои деньги купил Да Все он ко мне принес Я его приняла Человек очень наглый и беспардонный Чего это я наглый-то? Я приняла Он увидел, что у тебя вообще делать нечего Я человек порядочный Ни рожи, ни кожи Посмотрел, что да Девка то, что надо Поэтому пришел ко мне Дала ей попользоваться Ваша честь Замечательно Между прочим, еще осталась память от моего покойного мужа Да, конечно, старый Трустый, что ли? Резиновые сапоги И еще ватник, который мне дорог, как память Пусть вернет Ватник его старый Пусть вернет И резиновые сапоги Истец, вы что, издеваетесь, что ли? Ну, ну, сами понимаете Какой ватник и резиновый суда просите? Ага Ватник и резиновые сапоги Я принесла все с собой Резиновые сапоги и ватник, Ваша честь Тогда пусть она мне плитку вернет Плитку, между прочим, Ваша честь Вот паспорт Вот паспорт На что? На этой плитке 30 лет Какой плитке? Плитка не заявлена Понимаете? Плитка не заявлена Она не моя рабочая субъекта Для вынесения решения Пожалуйста 67 тысяч еще вот на похороны, Ваша честь Верни сапоги и ватник Пожалуйста Пожалуйста, я тебя прошу Пожалуйста, на, держи Пожалуйста, тебе ватник Тебе еще сапоги дать, да? Сапоги еще, да? Давай сапоги, как тебе не стыдно Тебе как их дать? Пожалуйста Пошли же, как тебе дать? Порядок Порядок Рядок На, держи Займите место Дай, я вторую еще и кину На тебе Опа! Что, получила? На тебе еще вот это вот Давай, давай Собирай все Смотрите, она прожгала Чара белобрезая Как тебе не стыдно, а? Тебе не стыдно Прошу, садиться Ваша честь, она попортила ватник Суд принял решение Иск об истребовании имущества Чужого незаконного владения Удовлетворить частично Обязать ответчицу Вернуть истицы, газонокосилку и насос В истребовании другого имущества Как тебе память? Отказать Суд обязывает ответчицу Вернуть истицы, газонокосилку и насос Так как данное имущество является собственностью истицы Ее умершего мужа Так как она является наследницей по закону Так как она является его супругой Безусловно, эти вещи должны принадлежать ей Что касается других предметов садового инвентаря Так как невозможно установить их принадлежность Чеки представлены Однако у суда есть сомнения Те ли это предметы или нет Соответственно суд не обязывает Ответчика вернуть эти предметы ИСЦУ Я тебе дарю на бедность Ваша честь, а то, что я похоронила его Спасибо большое Дело закрыто, обращайтесь с новым иском Прошу всех встать Решение суда Незнание закона не освобождает от ответственности Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать Мозг включаете и защищаете свое право Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда Слушай, мне кажется, что вы очень гармонично существуете Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина не вернет любовь Я тебе не мать Все, истец, я поняла вас Не продолжайте Но восстановит справедливость В первую брачную ночь она обманула Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь А ее не было Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...